ПОЗВОНОЧНИК 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 В результате 93% молодежи в возрасте от 18 до 29 сообщают, что используют смартфоны для борьбы со скукой, предпочитая их другим занятиям вроде чтения или общения с окружающими. Это даже привело к появлению нового термина – номофобии, или боязни остаться без своего телефона. Также изменяются и паттерны мозговой активности. Альфа-ритмы обычно связывают с расслаблением в состоянии бодрствования, вроде случаев, когда вы витаете где-то в облаках. С другой стороны, гамма-волны ассоциируются с сознательным сосредоточением внимания. Так вот, эксперименты показали, что телефоны, передающие сигналы, например, во время разговора, значительно усиливают альфа-волны. А это значит, что работающий телефон может в буквальном смысле повлиять на работу мозга. Смартфоны также могут помешать вашему сну. Экран испускает голубоватый свет, который, как было доказано, изменяет суточные ритмы, уменьшая время, проводимое в состоянии глубокого сна, что увеличивает риск диабета, рака и ожирения. Исследования также показали, что читающие перед сном по смартфону с большим трудом засыпают и вырабатывают меньше мелатонина – гормона, ответственного за регуляцию циклов сна и бодрствования. Исследователи из медицинской школы Гарварда советуют отказываться от достижения технологии за 2-3 часа до сна и заменить их книгой. Разумеется, смартфоны также полностью меняют то, как мы получаем информацию. Исследование 2014 года выявило, что большинство владельцев смартфонов используют их для онлайн-банкинга, поиска медицинской информации и вакансий. Итак, телефоны ни в коем случае не являются бесспорным злом. Они даже в чем-то меняют мир к лучшему. Но никак нельзя отрицать, что они и правда меняют вас. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал и паблик ВКонтакте. Ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok